Привет, привет. Я бы хотел сегодня рассказать о том устройстве, которое в принципе перевернуло последние мои полгода. Я приобрел Holy Land 300 и благодаря этому получилось так, что клиенты стали относиться ко мне на съемочной площадке гораздо серьезнее. О чем я говорю? Сейчас я уже в руках держу 400 серию S. Она более улучшенная, она более интересная. У нее минимальная задержка. И по сравнению с предыдущими версиями у нее довольно-таки появились интересные фишечки. А я говорю именно об этом маленьком QR-коде, о котором я скажу немножко позже. Вообще, зачем нужен сендер по-русски, видеотрансмиттер, но тоже не особо по-русски? Для чего нужно посылать сигнал на съемочной площадке, допустим, не по кабелям, а по Wi-Fi и по воздуху, без проводов? В первую очередь, потому что на съемочной площадке, как правило, когда я снимаю, у меня лично, очень часто возникают такие проблемы, что клиент начал мне говорить о том, что они бы хотели видеть, что я снимаю. И постоянно заглядывать сбоку ко мне в монитор, ну это довольно-таки нецелесообразно. Даже какой бы большой монитор вы себе на камеру не навесили, все равно рядом будет стоять клиент. А если вас, допустим, наняли как оператора, то это будет стоять режиссер и постоянно у вас над духом. И вы будете немножко скованы в движениях, если у вас тедикам, риг, да тот же слайдер. Неважно, какая съемочная площадка, даже если это банальный штатив в студии, все равно было бы правильнее для режиссера, для клиента, для представителей клиента поставить монитор побольше, например, такой, как здесь. И для того, чтобы он просто мог в него смотреть, тем более, вам будет удобнее даже смотреть самому, пересматривая дубли, которые вы только что сняли на большом мониторе. Вы можете увидеть гораздо больше косяков, которые допустили, ну и так далее. Как все это дело работает? Вообще, центры Hellland, они, конечно, в последнее время сделали такую небольшую революцию в мире видеотрансмиттеров, потому что они относительно недорогие по сравнению с их более дорогими аналогами. И они выдают отличное качество. Что для меня значит качество? Это беспребойный сигнал, дальность и минимальная задержка видеосигнала. Все, что вам нужно знать о 400-й серии S, это то, что она довольно-таки универсальная. У нее есть HDMI-вход и SDI-вход. И, соответственно, на приемнике у нее есть SDI и HDMI-выход. То есть, соответственно, даже если у вас на камере SDI, а на мониторе HDMI, вы можете это абсолютно нормально залинковать разными кабелями на разные устройства. Так что, если вы работаете в маленьком продакшене, либо даже если вы работаете обычным соло-видеомейкером, я думаю, что это устройство вам поможет, потому что в моей недавней карьере это дало хороший старт, потому что я сразу же стал приносить на съемочную площадку большой монитор, на котором, ну, собственно, на котором я монтирую свое видео. Ставил его на плейбэк клиенту, и он спокойненько себе смотрел и понимал, что конкретно я снимаю. Может быть, он вносил уже в момент съемки какие-то правки, потому что бывают такие моменты, когда вы просто не можете, вы уже отсняли какой-то материал, и клиент думает в его подсознании, что типа все круто, все клево, но потом, когда вы уже отсняли материал, смонтировали его, вам клиент говорит, а можете вот это исправить, а можете то исправить. И по факту у вас нет никаких рычагов. Единственное, что вы можете сказать, а мы это не сняли, либо сняли немножко в другом ключе. И в таком случае возникают какие-то трения с клиентом. А в данном случае у вас получается, что клиент уже, ну, перманентно сидит на съемочной площадке и смотрит в монитор, в огромный. И это довольно-таки большой плюс для вас уже на постпродакшене. Также мне центры помогают на обычных небольших съемках, которые мы снимаем своей съемочной командой, либо когда меня нанимают куда-то на какую-нибудь съемочную площадку, да, в какой-нибудь проект, можно поставить даже небольшой монитор, а немножко поменьше, вот, и оставить его исключительно, допустим, для фокус-пулера. Потому что, естественно, хорошие проекты, которые выглядят красиво, качественно и дорого, они снимаются не в автофокусе, они снимаются исключительно в мануальном режиме, я имею в виду в плане фокуса. Вот. И не всегда удобно, когда вы работаете, допустим, с каким-нибудь сложным объективом, таким, как, допустим, ProPlow, и получается, что оператор фактически, либо вы лично не можете крутить фокус, это очень сложно, и двигать еще при этом камеру на слайдере. Получается, что можно просто сбоку встать, даже не сбоку, хоть в другом конце улицы встать с этим видеосендером и монитором и спокойненько крутить фокус, ну, соответственно, тоже радиофокус, крутить, и, соответственно, оператор будет доволен, и у вас будет много рабочих дублей. Давайте посмотрим поближе на все это дело. То есть у нас можно чисто на практическом примере показать, что приблизительно на таком обвесе вы можете спокойненько, если у вас камера с клеткой, даже если она и без клетки, то на трансмиттер вы можете поставить вот такой L-образный коннектор, который идет в комплекте, и, соответственно, здесь есть холодный башмак, который можно сверху прицепить на ту же DSLR-камеру. Если у вас, соответственно, большая клетка, и вы благодаря этому креплению можете поставить на башмак, либо уже через обычный Magic Arm, либо что-то более маленькое, вы можете подключить, установить его абсолютно на любое место на вашей клетке. Вот, соответственно, меня очень сильно порадовало качество сборки и вообще сендеров HolyLand, потому что они железные, и, соответственно, в моей сумке операторской они никогда не поломаются физически сверху, то есть они всегда будут защищены именно этим металлическим корпусом. Он неспроста на самом деле металлический, и он является также, и он нужен здесь для того, чтобы еще и охлаждать этот сендер, потому что, как вы можете посмотреть, здесь есть даже маленький кулер, который очень тихий, на запись звука он вообще никак не повлияет. То есть, соответственно, в эти сендеры была встроена система вентиляции и охлаждения. Здесь есть всего три кнопки. Это, собственно, выбор каналов и их подтверждение. У меня, получается, здесь на риге, на стадиками, неважно где, вы можете на бэкстейже посмотреть, он сейчас параллельно крутится. Я могу работать даже без монитора, но в данном случае я делал монитор, собственно, в который я буду смотреть как оператор, допустим. Могу его крутить, вертеть, нагибать, как мне удобно. И в него я завел HDMI, и, соответственно, из него выходит, у него есть тоже выход у этого монитора, тоже HDMI. То есть, соответственно, я из камеры подал сигнал на монитор, увидел, что там происходит, и подал его дальше на плейбэк, чтобы режиссер либо клиент могли спокойненько себе смотреть, что я снимаю. Сам трансмиттер я запитал от батарейки соньковской, но также, если у вас таковых не имеется, вы можете точно так же, вот как здесь я, собственно, все запитал от V-mount батареи, вы можете запитать обычным маленьким D-tap кабелем. Все, что нужно сделать для того, чтобы вся эта история заработала практически из коробки, это нужно подключить сигнал, вставить батарейку Sony, включить трансмиттер, включить ресивер, подключить ресивер к монитору. Это может быть какой-нибудь большой монитор, это может быть самый обычный переносной монитор. В данном случае я запитал приемник от сети, там есть блок питания в наборе, то есть с этим вообще никаких проблем нет. В основном это моя основная история для плейбэка, он обычно у меня статичный, то есть где-то, когда я снимаю в студии, я оставляю клиента где-то в дальнем углу, чтобы он мог оттуда свои правки кричать по воздуху, а я ему, соответственно, по воздуху отправляю видео, чтобы он его подтверждал. Если это такая довольно-таки сложная съемка, где нужно часто менять локации, то я делаю стоечку, ставлю на стоечку 7-дюймовый монитор, и, соответственно, к этому монитору я гриппую приемник. Так, у нас, соответственно, уже есть сигнал, то есть вы можете посмотреть, что оп, вот он и появился. То есть практически минимальная задержка по видеосигналу, то есть вы можете… У меня были даже такие моменты, когда я снимал оверхед кадры, то есть, соответственно, когда камера была сверху, но у меня не было еще этого монитора, я просто сендером отправлял сигнал на плейбэк, на большой монитор, и, соответственно, камера наверху, и я смотрю куда-то вниз. Там на самом деле очень большой монитор, вот, и, соответственно, я тоже этим сендером пользовался для мониторинга картинки оверхед кадров. Ну, собственно, наверное, можно перейти к основной фишке именно этой версии, потому что у нее есть здесь небольшой QR-код. Это очень интересная вещь для, скажем так, DIY Video Village, да, то есть на плейбэке вы можете поставить не один монитор, а очень много, и причем каждый из этих мониторов мы, собственно, носим у себя в кармане. Это может быть даже обычный мобильный телефон. О чем я говорю? У компании Holy Land появилось, а может быть оно и было, но я о нем узнал относительно недавно, именно вот с этой серии Mars 400S появилось приложение HolyView. Собственно, благодаря… Это приложение работает с любым мобильным устройством. Здесь есть несколько моделей, которые работают по Wi-Fi, и, соответственно, когда вы в первый раз включаете это мобильное устройство. И я сейчас как раз на презентации вам покажу, как это происходит. То есть, соответственно, есть мобильное приложение, которое… А там презентация идет? Да? Отлично. То есть благодаря мобильному приложению вы можете зайти в… Заходите в мобильное приложение, и оно сразу же попросит отсканировать QR-код. Вы сканируете QR-код на либо клиент, либо режиссер, кто угодно, фокус-пуллер. Они сканируют этот QR-код и моментально подключаются к этому видеосигналу. То есть мало того, что наш сигнал с камеры-трансмиттера отправляется на ресивер, соответственно, он еще и раздает Wi-Fi по QR-коду, к которому он может подключиться. В нем очень много разных фишек, такие как Waveform в самом приложении. То есть, соответственно, вы можете нажать на… Мало того, что вы можете просто мониторить картинку, но если вы, допустим, фокус-пуллер, либо какой-то камерамэн, либо ассистент-видеооператор, либо просто вам… Вы режиссер, и вам важно, чтобы все было досконально, идеально. И у вас там мобильный телефон, планшет, вы принимаете сигнал, собственно, с камеры по Wi-Fi. Вот. Вы можете мониторить, соответственно, Waveform, гистограмму, и они, кстати, Wave… Любые инструменты, которые здесь представлены, их можно двигать по экрану, как вам захочется. То есть можно посмотреть Waveform, можно посмотреть гистограмму, поставить в тот угол, который вы захотите. Можно включить фокус-ассист, который разными цветами. Есть белый, черный, красный, синий, зеленый. Есть Zebra, есть фрейминг. То есть, соответственно, вы можете выбрать любой фрейминг, который вам нужен впоследствии на пост-продакшене. Вот. Можете выбрать его цвет – голубой, желтый, зеленый, красный, белый, какой угодно. Соответственно, можно увеличить картинку в той зоне, которая вам нужна. Также есть еще и False Color, который работает по принципу ARI False Color и для правильного экспонирования. Есть монохромы – красный, зеленый, голубой, серый. Но это для исключительно особенных съемок. Кому это нужно, это, конечно, пригодится. И последнее, что есть в конфигурациях – это разные настройки латов. То есть, соответственно, уже вшитые есть Skynon логарифмические кривые и Sony логарифмические кривые. Вы можете добавлять свои. То есть, собственно, с этим проблем тоже никаких нет. Вы можете уже фактически у себя на плейбеке, на мобильном телефоне видеть, как будет выглядеть практически ваша финальная картинка. Еще одна фишка – это то, что ваш клиент, допустим, может сделать скриншот, выделить конкретную какую-то зону, которая ему не нравится, либо нравится, либо которую нужно усилить. Нарисовать прям, что ему нужно. И, соответственно, отправить по WhatsApp, отправить по WhatsApp, либо по любому другому мессенджеру, куда вам это нужно. Допустим, поделиться со своим клиентом. Также он может записать видеозапись и отослать эту видеозапись, соответственно, своему директору. То есть, прям запись монитора на мобильном телефоне. Ну, собственно, я думаю, что основные такие фишки этого сэндра я рассказал. Надеюсь, что вы последуете моему примеру. И даже если вы сингл-оператор, либо вы работаете с кем-то в паре, вот как в данном случае вы можете смотреть на презентации, на бэкстейдже, вот клиенты спокойненько себе сидят, вот, а мы с ребятами снимаем проект. Вот, еще, если у вас есть такие, если вы в основном свою камеру питаете от DTAP батареи, вот, в данном случае, как я, то вы можете спокойненько подключить и запитать ваш центр не только от маленькой батареечки Sony, NPF она, по-моему, называется. Вы можете точно так же от DTAP запитать эту батарейку, и она у вас будет неделю работать, ваш центр, вы можете запитать от DTAP, и он будет неделю работать на ваш playback. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте о том, что эти центры, собственно, и я лично купил в Photorange в Москве. У них есть доставка, Photorange.ru. Там очень лояльная политика к креативным людям, так что пишите, приходите. Да, у меня что-то микрофон. Пишите им в поддержку, приходите к ним конкретно в их павильон, и выбирайте то оборудование, которое вам нужно для съемки, в том числе и с видео-центры Holy Land. Ну что ж, спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!